Вот это отрепетировать, это вычеркиваем, здесь передать привет принцессе. О, звезды, сколько всего надо еще успеть. Да ладно, расслабься, будем как обычно, воздушный поцелуйчик, пара подмигиваний, и все можно даже не петь. Я тебе и устрою не петь, у нас сегодня очень важный слушатель, что и зря, что ли, тузловонию и тьфу, благовонию тащил на горку всю дорогу. Ах да, прямой эстерпий, юридическому. И лискарь по здешнему. Ну, времени до концерта мало, давайте прогоним песни по быстрей дому. Снуковые голоса. Вот, значит, какие они, эти хвостатые, звездовые. Почему тяночки вокруг них бегают? Про меня вообще все забыли. Ах, какая красивая штучка. А возьму-ка я ее именно долго, а то как-то скучно будет совсем. Тише, я чувствую, как нас что-то накрывает. Звездная принцесса обладала цивилизовскими навыками и часто любила экспериментир с новыми травами, которые порой могли вызвать некоторые коллекционации. Ну, наконец-то меня никто не тронует. Можно спокойно послушать любимые песни без свидетелей. Можно взять у вас интервью, поверили я только... О, звезды, только не эти две. Так, я ничего не слышал. Скажите, какое ваше любимое блюдо? А как вы будете проводить свободное время? Когда вы в первый раз ощутили свою звездонутость? К вам когда-нибудь приставали мужчины? Да, откуда вы такие насойливые беретесь? Что у вас? А правда, что там обглосить женские юбочки, пока фонарки не видят? А почему у мошеков вы такие тоненькие голоса? Да тут и так все на глаз видно. Эй, что за вопросы? Я сама мужественно стрясила. Со мной любая девица будет счастлива. Да? А в каких-нибудь свободных? Почетным? Или нечетным числом? Видит, принцесса, я этого не хотела. Понимаете, девушка, такие вопросы просто так не решаются. Тут надо все обдумать, с календарем свериться. В общем, вы погуляете пока, а мы пора. Эй, нет, нагулялись уже. Хватай его, Рейф. Пойдем, дорогой, я расскажу тебе про великую земную любовь. Помогите, они же меня как тряпку порнут. Любимый, просыпайся. Где я? Доброе утро. Добро пожаловать в мою собственную викторину. А, безумно, это вы. Ну, давайте, наконец, выясним, раз и навсегда наш интеллектуальный сбор тоже должен быть сверху, а кто пусть знает свои места. Макота, передайте мне, пожалуйста, список подготовленных вопросов. А, да-да, извините. Так, вопрос первый. Как измерить прощность материала? Использовать модуль Юнга. А, как определить низшее энергетическое состояние квантовой системы, у которой нет точного решения? Сначала я буду подбирать новую функцию, а потом ряду эти параметры, пока не в этом состоянии с наименьшей энергией. Что нужно сделать, чтобы не стал растопчетным? Твою же мать, что это за вопросы, Макота? Да что ж ты такой непонятный, друг? Ай-яй-яй, стыдно не знать. Следующий вопрос. Что нужно добавить в тесто, чтобы оно стало пышным? О, блин. Ну же как, дайте мне ответ. Эти недостойные вопросы находятся за гранью моего выдающегося интеллекта. Ах так, как на халявные тортики приходить? Ты умник. А так, значит, я тебе недостойна? Халявные вопросы. Мисс Митсуна, помогите вашему эфиру отменять на души. Еще чего, я и такого момента 20 лет ждала. А ты, жалкий стармайтишка, объявляешься самым, самым ничтожным, тупым звеном. Мисс Митсуна, помогите вашему эфиру отменять на души. Концерты, концерты. Одному лишь бы перед принцессой выпендриться, а у гения вообще не все долго. А я сюда вообще-то отдохнуть приехал. Ну, и расслабиться. А кто тут у нас такой одинокий и обворожительный скучает? А Данго не ждал тебя? Ты у нас женщина вроде семейная, занятая. Ой, да ладно тебе. Это все в прошлом. А как же твой флорист любитель по столбам ночью попрыгать? Рассосался в ночи, бегая за очередными злыми дамочками. И так листом ухоза не был завален. А уж как я научилась, смог ли его перестирать? Ой. Значит, ты согласна все бросить и улететь ко мне домой? Ну, понимаешь, там возникли некоторые проблемки при расставании. Мы вроде как дворец снимали, а за аренду до конца не расплатились. Э-э-э, лучше повеситься, чем на всю жизнь кредит брать. И еще, как ты относишься к маленьким детям? Правда, милашка? Жду не дождусь, когда у нас с тобой таких еще пятеро появится. Придется, правда, немножко потерпеть. Дети ведь шумно это. Ты же будешь мне помогать подгузники менять? Вот это я чуть не вляпался. А так, красавцыны, тебе придется завязать. Пойдешь петь деткам свои забавные песенки. Э-э, знаешь, пирожочек, я, пожалуй, пойду репетировать. А то, как пить, ой, петь захотелось очень, да, все. Э-э, нет, хитрая усадь. Я его себе хочу. Он не будет голубейная по ночам петь. А ну, стой, маляка, заблюдай разю. Ой, нет, мой. Ой, давай. Так, да. Ой, ты смотри. Ой, где? Собственно, это происходит. Так, я, кажется, нашла маленькую причину нашего коллективного помешательства. Маль. Отпусти меня, Зрючка. Да что ж ты творишь, ребенок? Иногда я вообще сомневаюсь, что Тибиоса ее дочь. А не потом, а какой-нибудь галаксии. Ну, учитывая несерьезность Усаки плюс импантильность ее поклонников. А что здесь далеко ходить-то? А ничего. Вообще-то я сама на концерт пришла посмотреть, а вы? Сэйя, дайте, верните, застала. Вы же собирались петь. Нет. А что, застрады еще не отпели? Кажется, я с ним уже все ясно. Да, все. А что, застрады еще не отпели? Тихо, застрады, застрады, застрады! Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Звучит музыка 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 Звучит музыка